Тяжелая артерилия нашего конного театра это два французских тяжеловоза. Булонская порода конь по кличке Гал и Бершеронская порода конь по кличке Ратибор. Ну, про Гал я, наверное, первым начну, потому что он немножко древнее Бершерона. Он еще нам известен с римских времен. Именно Гал дал рождение Бершерону, но, в смысле, благодаря приливу крови Гала и Арабов появилась уже Бершеронская. Ну, сюда, да, тоже придавались арабские гроби. Римские воины купили в свое время арабских жеребцов и произвели с помощью местных лошадей такую породу. Получилась изящная, тяжеловозная порода. Если Ратибор мощный, сильный, коренастый, то Булонская порода получилась более изящная и красивая. Хотя мне Ратибор нравится больше сейчас. Детки броют во мячике, не пугайте нам лошадок. Футбол мы уже собирали, пожалуйста. Стоят, я понимаю, но стоят лошадки и сейчас могут испугаться. Ратибор, знаете, как посматривает подозрительно на ваши мячики. Несмотря на то, что он большой войн, он достаточно старается с подозрением относиться к разным подозрительным вещам. Итак, благодаря Булонцам появились уже Бершероны. Они начали разводиться в Нормандии, южнее притока Сены. Там были большие плодородные земли, очень большая сочная дрова вырастала, и эти лошади очень быстро начали набирать вес. Их начали отармливать на корм, то есть на мясо, либо отармливать тяжелых мощных лошадей для батарей, соответственно, чтобы сражаться с Англией. Знаем по истории, что была такая длинная война, 116 лет она длилась, называется Столетняя война. И вот там французы использовали таких огромных лошадей для того, чтобы противостоять англичан. Бершерон занял много рекордов. Один из них тот, что это у него самый мягкий ход. Если запрячь четверых, там, либо шестерых Бершерона в карету, вы можете ехать, и вас абсолютно не будут трясти. Настолько у них мягкий ход, и даже это действие занесли в книгу рекордов. Также Бершероны продащили самый тяжелый вес, это 18 тонн. Еще один знаменитый тем, что это одна из самых тяжелых пород лошадей, даже в мире считается. Если не считать Шайла, который весил 2,5 тонны в 18 веке. Ну, за счет своего огромного роста, наверное. Но Бершероны, за счет большой прожорливости, и за то, что они очень быстро набирают вес, легко могут набрать и полторы тонны даже. Для того, что проходил между вами Бравансон, Бравансоны, вот дедушка весил 1,5 тонны. То есть вот они, Бершерон и Бравансоны, соперничают в весе, кто же их более тяжелый. Вот. Их тоже, да, и кто из них сильнее. Ну, как араб и халтагинец, кто из них древнее и быстрее. Также, соответственно, проходит между ними батареи внутренние. Вот. И ходили слухи также, что этим большим лошадям в свое время отрезали хвосты. Отрезали хвосты, потому что считалось, что они могут запутаться в упряжи, там, и, соответственно, может случиться несчастье, лошадь может там понести, либо вырвать себе хвост. Поэтому отрезали лошадям хвосты, при этом, решая животных, естественные защиты от генуса. Поработав с лошадьми, я узнал, что, оказывается, есть минимум пять кровососущих насекомых, которых нас, и нас, и лошадей жарят просто немилосердно. Это пыщи шелеслепни, это оводы, это комары, это земляные осы, это муха жулица. Да столько говцы этих кровососущих насекомых есть, это просто ужас. Я когда давай их прихлопывать, изучать в интернете, что это за гадости кусают, а представляете, как лошади сложно. Ее грызут, а она не может защититься, просто даже элементарно отмахнуть хвостом лошадь, вернее, насекомых, которые немаловзердно кусают потевшие места. А потевшие, соответственно, в паху больше всего. Сюда и сильнее всего жарят эти насекомые. Тут мы видим на шее такой символ доллара. Но это не доллар, да, это клеймо, это не доллар, это называется СП, Сен-Першерон, означает, что это сие есть настоящая першеронская порода. То есть клеймо подтверждает, что перед вами настоящий французский тяжеловоз из Борисии и Берша. Но в 96-м году защитники прав животных добились, добились того, чтобы лошадьям перестали отрезать хвосты, купировать, и лошади наконец-то взорхнули свободнее и зажили счастливее. Итак, Блонец по кличке Гал и першерон по кличке Ротикор. Можно подойти ближе, поторопироваться, но без резких движений, без криков, без бега дней. Спокойно подходите, кладьте их за шею, за мордочки просьба не хватать. Можно поклопать по шейке что одного, что второго. Огромные французские тяжеловозы. Их запрягали, вернее, так же их могут запрягать и в телеге, и в кареты. Мы к ним прицепляем рельсу тяжелую и они швели ряд песок и сталища. Видите, такие мятины появляются от того, что лошади по кругу бегают. Очень сильные животные, но несмотря на всю мощь, французы просто во время войны ставили всю свою силу на мощь как себя, так и животных. Они сами закопывались до спихи, закопывали, лошадей и воевали с англичанами. Но, как мы помним, как я рассказывал вам на мастер-классе по лучной сельве, это их не спасало, так как у британских лучников были огромные тисовые лунки двухметровые, и они просто на расстоянии расстреливали. Ими спасали ни до спихи, ни огромная физическая мощь лошадей. Вы видели, как милая лико сегодня справилась с Перис на свободе, то есть показала, чему можно научить лошадь. Першироны, кстати, тоже очень послушные и умные животные, которых можно легко и быстро чему-то обучить. И французские рысари обучали этих животных воевать параллельно с собой на поле боя. Представляете, вас били с сила, а вас конь защищает, вы с ним наравне делитесь с англичанами. Представляете, насколько мощная сила. Мы с Милой пробовали несколько раз с Хлюшей поставить номер, где по приказу Хлюша бьет с ноги, а я защищаю щиток, соответственно, отыгрываю, как будто она меня сильно ударила, я далеко отлетел. Представляете, если вас в Ратюгору дали с ноги по приказу Милы. Даже отыгрывая не надо, просто улетите в сторону, еще и щитом взломают. Вот, настолько мощный, сильный лошадь. Кому интересно, подходите сфотрагироваться, пока есть возможность, пока лошадки стоят. Итак, перед вами древнейшая порода лошадей в мире. Иди сюда, одного зато же к нам. Данная порода лошадей и история ее насчитывает более 5000 лет истории. В Туркменистане есть оазис, который называется Ахал. И там проживало премия Текки. Откуда и пошло название этой лошади Ахал-Пыкиниц. Ладную лошадь нас зовут Небесный Аргамат. Я уже говорил много раз, что это древнейшая порода. Изображение этих лошадей есть на египетских пирамидах, есть на греческих мапорах. Это лошадь великих полководцах. На них ездил и на Вухадан-Носар, и Рабжес-2, и маршал Жуков, и Александр Македонский, и Невский. Все предпочитали эту лошадь, потому что это, ну, если есть, наверное, короли, или царь, наверное, это и сарь, и король всех лошадей. Потому что краб Ахал-Пыкинца присутствует во всех других лошадях в принципе наравне, наверное, с арабом, потому что араб такой же чихтокровный, как и токинец. Это единственная, наверное, порода, как не араб, с которой никто не скрещивался. Только она скрещивалась другими, порождая новые и новые виды. Ахал-Пыкинец даже красуется на гербе Туркменистана. Настолько они обожают эту лошадь. Памятники и скульптуры хал-Пыкинцам больше, чем в Туркменистане, наверное, нет ни одной другой лошади по всему миру. Настолько они уважают эту лошадь. Также она является чемпионом данной породы лошадей по прыжкам в высоту. 2 метра 52 сантиметра поставила рекорд на хал-Пыкинец. Также это самые выносливые лошади в песках, потому что родились они в Каракумбской пустынях в Туркменистане и там благодаря суровым условиям, благодаря пеклу солнца они приобрели вот такой вот сухой окрас, сухой экстерьер, и она приобрела вот такую сухость и такую же легкость. Она самая неприхотливая в воде, то есть водички она пьет очень мало данная лошадка. Все потому, что привыкшая за многие года к тому, что воды в пустынях очень мало. Ну и давайте вспомним самую главную лошадь хал-Пыкинцев. Дело в том, что это самая преданная лошадь на планете. А как этого добились? На пересечении дорог в яму садили молодого хал-Пыкинца. И каждый приходящий мимо бил его палкой, швырял в него камень, пытался пырнуть ножом, обзывал верными словами. Засыпали песком и грязью, пытались всячески унизить и избить это животное. И только раз в день приходил хозяин, чтобы погладить, чтобы успокоить, накормить и напоить испуганного хал-Пыкинца. Таким образом они приобрели стойкое убеждение, что стоит доверять только одному человеку, который тебя кормит, ухаживает. И они стали самыми веществами. Ну, а я расскажу немножечко вам про андалуза. Я вам рассказывал, что это самая смелая порода лошадей в мире. Зовут его Альфонсо. Прибыл к нам из Андалузии, это Испания. А Испания у нас знаменита чем? Тем, что она заставляет этих лошадей участвовать в кровавых боях против быков на кориде. Вот. Половина мира хвалит испанцев за красивое зрелище грандиозное, а половина мира ругает за то, что эти лошади порой не выживают и пяти минут в бою с быками. Кому интересно, можете посмотреть в интернете на эту кровь, на эту боль. Но, а лошадь, которая выдержала более трехсот поединков, была продана за полтора миллиона долларов. С ней занимались более восьми лет. Кому интересно, в интернете, в ютубе пробейте. самый дорогой конь называется ролик, большими буквами заглавными. Там вы увидите бой быка с конем. Это целый балет, это целый танец, когда огромный разъемный бык несется на лошадь, а она такое бы танцовывает перед этим быком, и бык абсолютно не может попасть по ней своими врагами. Селекционеры очень долго выбирали самых смелых лошадей, пытаясь вывести самую смелую породу. Для чего это нужно? Для чего вообще нужна смелость лошадям, если они по сути самые беспомощные, травоядные, у них есть стиль сбежать и убежать. Они ничего не могут, собственно. Все мы помним такого завоевателя, как Александр Македонский, который завоевал весь мир. Что он сделал, как он смог завоевать Индию? Вы знаете, что в Индии есть огромные боевые слоны. И вот, подойдя, захватив все страны, подойдя к Индии, за несколько дней он отправил туда лосочек и купил два десятка огромных боевых слонов. Приведя их в свой стан, люди начали ощупывать этих животных, тыкать в них кричами и пиками, пытаясь найти слабые места. А животные пытались привыкнуть к реву и к запаху новых животных. И когда все привыкли, когда нашли слабые места, когда лошади перестали шугаться резко от дыхания слона или рева десятитонного животного, то Македонский напал на Индию, против них вышло более двух сотен боевых слонов с башнями, защищенными доспехами. Слоны громко трубили, бивни были украшены огромными шипами, которые раздирали лошадей в лучах. Но лошади не боялись ни рева, ни запаха этих огромных животных. Так он не смог захватить Индию и покорить весь мир. Все благодаря тому, что с лошадью занимались, лошадь обучали. Каждый раз, когда мы покажем какое-то представление, мы заставляем лошадей привыкать к новым условиям, к новым не боится музыки. Конный лошадь скакал. Все потому, что лошади уже привыкли к этому, им это знакомо, им это не страшно. А есть лошади, которые боятся звука детивого. Слук вверхом выстрел или колча на спине со стрелами бьется. Все, лошадь в панике в ужасе. Что за новый звук? И она начинает убегать. Она просто в панике бежит и сбегает. Вот. Итак, андалузская порода из Испании. Кто не фотографировался, подходите. Два французских тяжеловоза и древнейшая порода лошадей в мире охалтыкинец. Вы видели, с какой скоростью несется охалтыкинец на коновлучнике. Но это еще не максимальная скорость, на самом деле. Все потому, что на круге не разгонишься. Если лошадь накормить овсом, знаете, с какой скоростью она будет нестись? Потому что овес это энергия лошади. Да любая лучше будет нестись быстрее света, если накормить под завязку овсом. С какой скоростью может бежать охалтыкинец? Ну да, 70 километров. Молодец. Смотрите, еще быстрейшее животное на планете это гепард. Бежит на скорость 110 километров в час. Ну вы знаете, такая кошка в Африке типа леопарда, только с двумя такими слезинками черными. Такой вот окрас у нее. А оводы, которые кусают наших лошадей, быстрейшие насекомые на планете, а это быстрейшая лошадка на планете. Ну хотя арабский же мест наверное может поспорить с тыкинцем в той же из них быстрее.